Мои отца и сына и святаго Бога. Дорогие братья и сестры, сегодня, в воскресный день, мы вместе с вами слышали частичку святаго благоуставания от апостола и евангелиста Матфея. Это отрывок, в котором говорится о том, как некий законник приступил ко Господу, искушая его, и задал ему вопрос, какая есть наибольшая заповедь? И вот Господь отвечает ему, возлюбивший Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душей твою, всеми мыслями твоими, и вторая подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя. Братья и сестры, как сказано, сей законник задавал вопрос Господу, искушая его. Он знал, как знаток закона, что есть две главнейшие заповеди, которые неразделимы были для иудеев Ветхого Завета, это суббота, покои и отрезание. И он уже предвосхищал свою победу, что вот если он ответит, что суббота, то он обвинит его, что непочтена вот эта заповедь, и наоборот. И вот праздисострый Господь говорит ему, что возлюби Господа Бога твоего и ближнего. В этом весь закон сказал он ему. Когда-то Господь дал человечеству закон ветхозаветный, вот эти вот десять заповедей на каменной вскрижае, на горе Синайской. И вот в этом законе, вот в этих десяти заповедях, отражена вот эта заповедь, о которой говорит Господь. О любви к Богу и о любви к ближнему. Первые четыре заповеди говорят о любви к Богу, а остальные шесть говорят о любви к ближнему. И вот законники, фарисеи, читая буквы закона, нанечтя его дух, они потеряли вот это вот животворящее действие заповеди Божии. И сказано, что меня любит тот, кто исполняет мои заповеди. А как они исполняли заповеди? Они любили предвозлежание на пиршествах, и чтобы всех и называли учитель. То есть они желали, чтобы вот эта вот гордыня, которая была у них, была всеми хвалима ими. То есть тем самым они нарушали вот этот вот дух закона о любви к Господу, о любви к ближнему. Заповедь не убей. Но относясь с презрением к своим ближним, они тем самым нарушали вот эту вот заповедь. Вот, братья и сестры, Господь постромил этого законника. Он дал вот этот вот закон, весь закон в одной заповеди, в которой говорится, чтобы разлюбить Бога и ближнего своего. Вот, братья и сестры, конечно же, перед нами стоит вопрос, как же нам исполнить эту заповедь? А Господь говорит, что всем сердцем, всей душою и всеми твоими мыслями. То есть прежде всего мы должны постараться с Божьей помощью убрать вот то разделение, которое есть внутри нас. Тогда мы сможем убрать те разделения, которые есть между нами в человеческих наших отношениях, в человеческом обществе. А что значит разделение, которое внутри нас? Сердце, которое связано с тростями, душа, которая зависит от каких-то зависимостей, или наши мысли, которые постоянно двоятся. И когда мы собрались на службу, мы даже не можем сосредоточенно помолиться всего себя, свое сердце, свою душу, свои мысли полностью отдать Богу. Поэтому, братья и сестры, конечно же, мы должны осознавать свою немощь и просить, что Господи, я немощен, но Ты сам мне помоги совершить молитву к Тебе. Сам помоги мне совершить милостынюю по отношению к ближнему моему. А ведь терпение ближнего, милостыня в отношении Его, это и есть любовь к Нему, потому что в образе ближнего Христос. И вот мы стоим в преддверии праздника воздвижения честного гражданского креста Господня. И, братья и сестры, конечно же, мы вспоминаем, и мы помним, и мы чтим этот праздник. Но мы должны помнить, что Господь пришел ради нас, ради каждого из нас, лично каждого из нас. Он вошел на крест и потерпел вот эти его страдания. И вот это вот пример высшей любви, когда Господь отдает Сына Своего ради нас и ради нашего спасения. И вот в Священном Писании так и говорится, что нет той любви, чем положить душу свою ради ближнего своего. И вот сегодня, братья и сестры, каждый из нас должен задуматься, есть ли у нас вот эта вот любовь к Богу и любовь к ближнему. А с чего должна начинаться любовь к Богу? Любовь к Богу должна начинаться, прежде всего, с благодарения. Мы должны благодарить, что Господь создал нас, что привел из небытия. Должны благодарить, что Господь долго терпит нас, что Он прощает нам наши согрешения. И мы должны, прежде всего, и пакет, благодарить, что Господь даровал нам Царствие Небесное. Вот о чем сегодня говорит нам Священное Писание. Будем благодарить Господа и будем с любовью относиться к нашим ближним. Братья и сестры, глава Церковь – это тело Христова, глава ее Христос. И мы друг для друга члены. И, конечно же, если болит один член, то с ним страдают и все члены. Если радуется кто-то из нас, то вместе с ним и мы должны радоваться. И вот, братья и сестры, будем помнить, что наше отношение к ближнему – это наше отношение к Богу. И будем хотя бы иметь терпение в отношении нашего ближнего. И будем помнить, что исполнение заповедей – это и есть любовь к Богу. Божьей всем помощи в исполнении заповедей, братья и сестры. Всех вас сегодня поздравляю с воскресным днем. Особенно поздравляю причастников принятия Святых Христовых Таней. Хочу также сказать, что сегодня вместе с нами за воскресное, позднее божественное литургии молились воспитанники воскресной нашей школы, старшие классы. Вот с этой литургией они будут вместе с нами совершать молитву. Если кто-то из этих детей, может быть, как-то себя не так поведет, прошу вас с терпением отнестись к ним и показать им пример любви, показать примеры молитвы, братья и сестры. Всех вас еще раз приветствую с воскресным днем. Божьей помощи вам и Ангела, Хранителя на грядущий день. Аминь. Спасибо. Продолжение следует...